МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В январе на Ставрополье стартует второй этап вакцинации от коронавируса. Этот вопрос обсудили в Краевом правительстве на Координационном совете по борьбе с инфекцией. Сейчас прививку успели сделать более 2000 жителей региона. В запасе есть еще столько же доз вакцины. С 7 января мы зайдем на второй этап прививания. И мы будем дальше продолжать наращивать количество привитых людей, потому что нам нужен наш общий Ставропольский коллективный иммунитет. Отдельная тема совещания – регистрация посетителей в общественных местах по QR-кодам. Сегодня в системе зарегистрированы почти 2000 организаций. Это помогает сдерживать распространение инфекции. Однако в Крае проведут проверки, чтобы вычислить заведения, которые такими мерами пренебрегают. Что касается сферы образования, то уход учеников на дистанционку и зимние каникулы благоприятно сказались на эпид-ситуации. Поэтому региональное Минобразование рассмотрит вариант возвращения к очным занятиям после праздников. Нацпроект здравоохранения был центром внимания на совещании в правительстве Края, которое провел губернатор Владимиров. Обсудили итоги реализации в 2020 году. Прозвучало, что благодаря нацпроекту в регионе построили новые медучреждения. Открыли центры онкологической помощи в Ставрополе и Буденовске. Свои двери распахнули новые сельские больницы в Нагуцком и Кугульте. Создали современные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. В 2020-м медицина в Крае набрала в прямом смысле новую высоту. Заработала санитарная авиация. А больницы получили свыше 300 единиц современного оборудования. Между тем, губернатор поручил не сбавлять обороты и в следующем году. Владимиров поставил задачу уже в январе заключить контракты, которые нужны для реализации нацпроекта, чтобы как можно скорее приступить к работам. Краевые специалисты службы крови выйдут на работу уже 4 января. Но чтобы в новогодние праздники не было дефицита, резерв донорской крови создают уже сейчас. Процедуру на выходных прошел и губернатор Владимир Владимиров. Он призвал ставропольцев тоже не быть равнодушными, стать донорами и сдать кровь. В поселке Урожайном предгорного округа завершили капитальный ремонт водовода. Работы прошли на участке в 2 километра. Благодаря этому почти 2000 жителей получили качественное бесперебойное водоснабжение. Реконструкция прошла в рамках нацпроекта «Экология». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова